давайте продолжим на самом деле выполнено то же самое что здесь если понимание почему да давайте в принципе надо мы вот это внешнего произведения на ногах и предположим что применяем вот нас стоят допустим подряд если мы применяем сначала и боже со звездочки видят а А после этого ПАИ видит своего друга на первом месте и дает знак ПЛЮ. И давайте применим вот это. Сначала мы действуем оператором ПАИ-сотвердок. Он видит своего товарища на первом месте ПАИ, поэтому дает знак ПЛЮ и съедает вам. А потом ВЖ со звездочкой уже после съеденного ВИ, для него ВЖ оказывается опять на первом месте. Он опять его аннигилирует и получается знак ПЛЮ. Ну и, как я это сказал, у нас опять получается, что ВИ со звездочкой с шапочкой они антикоммутируют, а наставку тогда вообще для любых F сапиксами и G сапиксами. Ну и наконец, последнее свойство. Вот теперь, если я возьму ВИ с шапочкой и ВЖ со звездочкой с шапочкой. Или в другом порядке ВЖ со звездочкой с шапочкой и ВИ с шапочкой. Скажи, как связано с этой двойной. Мы берем теперь квадратеры, которые включают в прямом образце. ВИ с шапочкой с шапочкой с шапочкой с шапочкой. ВИ с шапочкой с шапочкой с шапочкой с шапочкой с шапочкой. Значит, действительно, тут есть два разных случая. Если и неравножить, то это прям так. И опять же, это очень просто. Да, потому что вот этот товарищ съедает ВЖ, а потом добавляет ВИ. А если мы сначала добавим ВИ, то вот этот товарищ опять хочет съесть ВЖ, но место, на котором оно находится, уже на вид изменилось. Да, потому что мы добавили ВИ. Поэтому знак меняется. ВИ. А самое интересное, вот этот товарищ. Да? Вот. Значит, это, во-первых, не ноль. Вы, да? Да. Вы, да. Вы, да. У вас руки, которые согласны с этим. Да? мы применяем если там вот это вот на него не тривиально подействия вот такие забавные которые вытворяют соотношение это такой вывод являются представлением алгебры которая а именно выйдет и выжитая сапочками, а в свою очередь выйдет сапочкой выжитая сапочками антикоммутатора равен дельтам из клювы. Хорошо, и заметьте, что на самом деле все пространство M можно получить, применяя наш аудиоклиппорда к одному единственному вакуумному вектору 0. Статус, если мы берем вакуумный вектор 0 и начинаем либо умножать его, либо сокращать, то мы можем получить всю штуку. Ну давайте, например, я хочу получить вектор V2, внешнее V, минус 3, V, минус 4, V, минус 5 и так далее. Скажи, как такой вектор получить, применяя наши аудиоклиппорды сапочками к нулю. К нулю. Вот я хочу взять вектор 0 и применить к нему аудиоклиппорды, то есть какие-то выражения от операторов шапочков. Да. Значит, так вы говорите, что нужно писать? Продиктуйте. Какие данные к нему есть? 2, минус 3, минус 4, минус 5. 2, минус 4, минус 5, пожалуйста. Да, один. Один? Понятно. Ну, понятно. Получandeка, один, значит, что можно использовать. Но если я применю вот эту звездость перед цапочкой 1, то у меня 0. Все согласны? Получается, что все пространства является неприводимым модулем на алгебре Клиффорда. А в стандаже вверх и вверх и вверх и вверх. Значит, будем ставить алгебры Клиффорда, когда вы разобрались. Давайте вернемся к нашим операторам лямбда, о которых я говорил. Давайте я выделю операторы лямбда А из В в В. Я помню, что В для нас сейчас это просто нейная оболочка. Это очень похоже на те операторы, которые раньше были. Заметьте, что эти операторы коммутируют. Если мы запишем, что это безконечная матрица, то такая будет матрица, которая одна безконечная диагональ в каком-то месте. Вот, теперь это операторы набора. Давайте я дам определение, ну и скорее это наблюдение. Нома, то операторы лямбда А регистрируют операторы. который действует в ну по обычной форме превышен а А вы, то, наверное, в одном месте, да, Вьет? Да, да. А в центре лица? Всегда. Спасибо. Понятно. Ну, для нас ночи не видно, да? Ну, хорошо. То есть по формуле CRM λA, Вьет 1, Вьет 2 и так далее. Мы с вами привыкли, она по правилу лепест. Дайте применяться по правилу лепест. Вот, хорошо. Значит, что нужно проверить? Окей, давайте я теперь разгадаю эту формулу полностью в подробности. Что здесь Вьет 1, Вьет 2. Далее равно CRM λA, Вьет 1. Вьет 2, 2, 3. Почему это корректная форму? И что там стоило? Что просите? Что мы увидим? Ну да, на сторону эту сумму конечную, да, у нас Вьет 1, 12, а тут написано бесконечная сумма. Вот. А дело будет сумма, на самом деле, что она написана бесконечная. А дело, чтобы слова была конечной. Почему? Потому что, например, в последовательном моменте салитируют. Да. Вот когда салитируют, мы салитируем на А. И получим яркость, который вы будете снижать. А это зависит от того, как А. А может быть, как положительный, так и отрицательный? Ну, Вань, чуть-чуть. Да, то есть, действительно, если А нас отрицательный, то как только попадем на хвост и попробуем сдвинуть, что у нас есть, хотя отрицательный, то нам нужно уйти в эту хвост, чтобы гарантировать, что когда мы индустрируем на А, такое, то нам не прости. Да, но, во всяком случае, важно понимание, что сумма конечная. Ну вот. Окей. Теперь, значит, есть несколько важных свойств. Совсем простая вещь, это как коммутируют ли МДА или МДБ. Это как коммунистрирует ли МДА. Что там? Если я возьму rm от лямда а, то, как мы с вами сказали, в частности, если я возьму rm от лямда а и применю его к вектору m, если я возьму rm от лямда а и применю его к вектору и применю его к вектору. Теперь еще один момент деликатный, это сумма конечна. Вот, деликатный момент, сумма конечна, если а не равно нулю. Да, потому что если а равно нулю, то лямбда а – это просто конкретный оператор. И если мы по форме Левиса попробуем продолжить, то мы благополучно получим здесь много единиц, которые нам дадут пусканицу. Поэтому здесь необходимо то, что называется операция регуляризации. Теперь же термин физики. Регуляризация для лямбда ноля. Да, и операция регуляризации заключается в том, что форму для лямбда ноля нужно скрутить. А именно надо сказать, что rm с лямбда ноль получается по… rm с лямбда ноль нужно заменить на rm под лямбда ноль с волной, где лямбда ноль с волной ведет себя так. В и то оно равно как положено в и то, если и больше нуля. И равно нулю, если не меньше. Хорошо? Вот скажите мне, пожалуйста, для того чтобы нам понимать, что такое rm от лямбда ноль применять к вектору n. Это регуляризованный, соответственно, рябный дом. Да? Согласен? Прям обычно. Вот. Значит, давайте я делаю так, чтобы у нас всегда получалось rm, додумался. Давайте здесь еще… Сейчас, давайте я подумал, секундочку. То есть, выиграли тридки с 8 нуля, а здесь опять же написали… Я хочу, чтобы у меня вот эта формула выполнялась всегда. Да, чтобы даже при отличательных m получалось то, что нужно. Значит, что мне для этого нужно сделать… Как мне… Но если я напишу вот прям минус vifd, это будет не очень хорошо, да, потому что у меня выполнен конец. Что я хочу, на самом деле, это следующее. Вот смотрите, я беру вектор, скажем… Просто его надо немножко аккуратнее это выговорить. Давайте я… Хотим определить rm от лямбда 0. То есть, его просто… Если мы определим, как я повторяю по правилам линии, у нас будет конец. Вообще говоря, то есть, как мы это написали… Мы говорили, что rm от лямбда 0, Ну, первая наша идея – это такая сумма e-vit. Да, то есть, это… Которая действует по правилам линии. Да, но e-vit – это матерская ничка, которая вы-ит отправляет вы-ит, а остальные отправляет вы-ит. То есть, вот такая сумма e-vit, оно вот делает… Давайте я немножко изменю. Как я говорил, я напишу, что это сумма e-vit, если i больше нуля, а для i меньше нуля напишу сумма e-vit минус i. Для i меньше нуля. Хорошо? Значит, сейчас такая сумма… Таких операторов. Значит, еще раз, что я написал. У меня есть оператор. А дальше по правилам линии. По правилам линии. Ну, каждый из них действует по правилам линии. Значит, что здесь написано? Да, что у меня есть по положительным i, значит, идет просто e и, а по отрицателям у меня вычитается единичка из e и. Да? Давайте посмотрим, значит, что происходит, когда я применяю такой мой краток. к вектору скажем v минус 3, v минус 4, v минус 5. Хорошо? Хорошо? Вот у меня есть отдельно e и i с i больше нуля. Да, они смотрят на векторах положительных v, не находят их и дают в. Теперь я смотрю вот такую штуку. Да, например, я смотрю первый оператор, где минус 1, минус 1, минус 2. Да, и применяю его к такому вектору. Значит, вектора минус 1, минус 1 тут нету. Поэтому я здесь берем. Зато есть минус 1. Он дает мне минус вот такой вектор. Значит, дальше я применяю этот вектором минус 2. Опять зарабатываю минус 0. Верегистичный гранат. Это больше нуля. Вот. Начинаю с нуля. 0 дает минус 0, минус 1 дает минус 0, минус 2 дает минус 0. Потому что это минус 3 умножить на v минус 3, v минус 4, v минус 5. Да, то есть мораль, что мы должны как-то регуляризовать эту операцию. Регуляризация происходит почитанием соответственно оператора и, соответственно, из моего отъезда. В общем, нам это сейчас в принципе не важно, но в данном случае, значит, у вас есть такие свойства. Важно запомнить, что вся вновь есть минус. Хорошо. Здесь тоже нас интересует. Нас интересует. Нас интересует. Больше всего интересует. лямбда а минус а, ну лямбда а с а меньшей. Давайте я расскажу как утверждение. То первое это то, что для любых а,в меньше нуля. rm от лямбда а коммутирует rm от лямбда v. И второе это то, что я возьму многочлены от лямбда минус 1, лямбда минус 2, лямбда минус 3 и так далее. Если я применю это к вектору m, я получу все пространство. Можем ли мы как-то это... Можем ли мы так? Можем ли мы так? А и В оба отрицательные, и мы ходим в рам, и мы можем посмотреть на действия операторов на нашем пространстве по скетчерному форму данного заряда. Это операторы rm от лямда минус 1, rm от лямда минус 2 и rm от лямда минус 2. Спасибо. Мы применяем все многосмены от операторов rm от лямда минус 1, rm от лямда минус 2 и так далее, применяем к вакуумному вектору. И мы получаем все-все. Можем это пояснить? Да. Про инструменты мы все знаем. Ну да, посмотрите, если мы хотим доказать вот это вот утверждение, rm лямда а, rm лямдгой. Да. В сущности нам нужно просто проверить, что коммутатор двух таких операторов правильную нулю на каждом нет. Да? Ну как у нас вектора устроены? Как устроен у нас тарап? Каждый вектор это b и 1, между b и 2, o и 3 и так далее. И с какого-то места начинается вот. то есть если мы применяем rm лямда а, rm лямда а, rm лямда а, где а, b лично а. И что они пытаются сделать? Мы пытаемся вектор v и t вправить вектор v и минус а. То есть они увеличивают его номер. Но если у нас здесь есть какой-то смост, начиная с vm, vm-1, то мы можем взять конечный кусок и считать, что на самом деле что действие происходит только на конечном куске. Ну просто по той причине, что сдача и вход в действие операторов на вход не дают ничего нового, но просто дают нулевые члены в нашем куске. Да, поэтому если мы знали, что на конечном пространстве все эти операторы коммутируют, то мы с конечным мерным пространством игроки будут. То суждение для того, чтобы сделать совсем то, что он не строгий в деталях, но я надеюсь, что по сути понятно. Вот. А вот это почему я знаю? Да. 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 Ну да. То есть, опять же, даже совсем аккуратно это сделать, нужно проверить. проверка утверждения. Этому человеку дать ему два. 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 Либо как предел. проверка утверждения. Либо можно проверить, если возьмете rm от лямбда а1, rm от лямбда а2, лямбда ас, где у нас а1, rm от лямбда а2, лямбда а2, и все они имеют нуля. Вот это если мы проверим хэм. да, то кто-то будет платить. Ну это проверить можно так же, как мы это делали. Как бы то ни было, мы получаем выход. начальнюю часть подготовки переменного соответствия, то что rm можно отождествить с кольцом гэшменов под переменность лямбда а1, лямбда а2, лямбда а3. а именно в разнообразии происходит с применением могочлена от водителя, который к вершинам. вот хорошо гамма и гамма гамма и гамма. ну вот если хотите, давайте здесь строк то с 1 и 2 стритно каля отреждение происходит в тёщем области есть многочлен до отсюда так и 2 сейчас мы это договорились буквально несколько слов осталось но в принципе мы поняли что все правда и дальше можно увидеть размеры увидим что неправильно либо можно опять же сослаться в конечномерную ситуацию и сказать что конечномерное предведение оно предел конечномерное давайте можно чтобы посадить не сладко все равно хотелось обсудить действительно хорошо бы еще какую-то проверку осуществить вот скажите мне пожалуйста если я беру операцию лямбда минус а а положительно и и применяем я беру вектор из заряда м куда когда пространстве будет лежать результирующие больше да потому что я помню что ляда а теперь таким образом у нас получилось она увеличивает у него степень а давайте теперь возьмем на моё пространство я временно опустил но она разорвется в прямую сумму c ляда минус 1, c ляда минус 2 и так далее с нижним индексом s по s больше 0 это грузировка по степени когда в ляду минус а добавляем индекс а хорошо и я хочу опять написать мою любимую определяющую функцию курс степени s на размерность c ляда минус 1, ляда минус 2, c ляда минус что это такое сейчас мы взяли кольцо на 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 кольцо ну а как вы мне объяснили что она действует из s этого пространства в s а вот здесь вот мы с вами применяли вы меня вот тут меня улучили уличили у нас еще вектор m да вектор m у него степень 0 а дальше мы повышаем на а кольцо у нас получилось что есть 14 многочлен пропускательства переменных и и мы сопоставили ляда минус а степень а то есть адрепеременность степень а необходимо считать что у нас получается размерность однородной градуированной компоненты и а там и 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 он минус 1 до 1 высока, ну и если у нас здесь, скажем, а1 меньше равного, а2 меньше равного, то у нас просто получается разбиение числа а1 высока. На самом деле мы опять считаем эти функции числа разбиений. Но вывод, во всяком случае, что размер вот этого пространства равен размеру вот этого пространства. Да, это я отвечаю на вопрос, почему мы заключили этот маркет. Ну, например, можно разный способ, можно проверить они независимые вот такие вот поражения, можно, что они все порождают. Дальше сказать, что размеры одинаковые, можно просто проверить то, что они независимые, только порождают. Повторюсь, это не полное доказательство, для того, чтобы не было полного, аккуратно подумать в детали, но суть вся. Хорошо. Мы с вами поняли, что у нас есть такое осознение. Давайте для полноты картины сделаем еще одно осознение, чтобы было понятно, что ситуация будет вполне тривиальная. Давайте посчитаем, чему равно, если я возьму rm от лябда, ну, скажем, 2. Коммутатор с rm от лябда минус 2, применяем вектор m. Давайте я вас попрошу посчитать, что получится. Значит, коммутатор двух операторов, которым применяем вектор m. Сначала в одном порядке, а потом в другом порядке. Рм. Давайте, чтобы не мучиться. Ну и ладно, давайте получим. В идее один и тот же индекс сделаем. Кстати, я бы хотел сказать, что какое m не важно, можно только считать, что он 0. это 2 и минус 2, а мы пока только проверяли, что если они коммутируют, если у них одинаковые знаки. Я вам хочу сказать, что официальность с положительными коммутируют даже хитрее, возрасте от полета. Я вам хочу сказать, что это не так, что это не так, что это не так. Игорь Негода. 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 плюс но в 1 в 2 а в 2 2 а здесь это в 1 вращается минус 1 а если есть в другом порядке, то жизнь еще легче, потому что если я попробую лампу 2 то у меня сразу ноль получится, потому что она пытается индекс уменьшить, а уменьшать некуда. Вот, на самом деле, значит, выберем следующее утверждение, которое заключается в следующем, что Будучи прокоммутированом rm от лямда b дает а на дельта а плюс b ноль. Надо, если у меня а и в сумме не дают ноль, то их коммутатор за киломбиратор ранен. А если дает ноль, то... Вот, Настея по-другому замечает, сейчас это можно переговорить, что fm – это выставление алгиза Генненберга, h, которая абстрактно определяется как линяя оболочка операций в том числе и из з плюс c умножить на элемент названием 1 даст 2 коммутации h, i, i, i плюс 0 плюс c умножить на линь. Ну, это алгебра Генненберга – это такая бесконечномерная алгебра Ли, у которой есть база стоящей из h, i и еще одного из элементов с названием 1. Вот это 1 со всеми коммутируют, а здесь коммутатор звук аж – это вот. Ну вот, и как бы вот эти r, m, n, da, они соответствуют h, а эта геничка, она действует как геничка. Вот, получается, что у нас есть алгебра Генненберга. Ну и давайте еще одно замечание, когда они будут основаться в подробности. Это то, что fm является модулем фока для алгебры Генненберга. Вот. Значит, таким образом, опять, я сейчас не буду более подробно объяснять, модуль фока опять определяется абстрактно, ну и не просто какое-то там представление, а вот с чем там. Давайте, чтобы опять перекинуть мостик, потому что мы до этого обсуждали, последнее замечание. Вот скажите мне, как выразить операцию rm от гамма а через операции выедите со звездочкой с крышечкой и выедите с крышечкой. У нас на fm есть Я отождаю, что крышечка rm от гамма а есть явная реализация в тем, что это алгебры Генненберга. Как это делать? Как это делать? Кроме того, кто-то спрашивает вето. На вето и добавляем вето вето. Пошел? Да. Так, мы, значит, убираем вето и добавляем вето вето. Пошел? Пошел? Вот, давайте начнем сферденцию миру. Спасибо за внимание. Это то, что было бы полезно из этого тренировки, детали тоже важны, но общая вещь, что F – это представление алкоголя Клиффорда, которая, соответственно, проведена этими операциями, выйдя с крышечкой, выйдя с обедочкой, с крышечкой. И второе – это КАЗ-ФМ, это заморкнут кольцом гостянов с 1-2. Ну а это можно обобщить, что все, F заморкнут кольцом гостянов мусульмайскому ПМ, Z. Давайте я вам введу новую рубочку, Z стихнем, на кольцом гостянов с 1-2. Ну или кольцом гостянов с 1-2. Да, то есть у нас же можно как бы всего пространство F, но в том же коррекции гранатный способ, а именно как либо как пространство полный скречный спор, ну, которое, значит, умножение – это премьер оператора, выйдя с птичкой, там есть контракция, ну или, значит, второй способ. Такое, значит, называется фермионная консульция. Это фермионная консульция. Вот, и, соответственно, поэтому это называется фермионное соответствие. Более подробно я читал. Хорошо. Теперь, значит, давайте… У меня осталось только 20 минут. И я за это время попробовал вернуться к соотношениям, которые после марта ждали. Я заранее прошу прощения за некоторую общность рассказа. Я пропускаю довольно много деталей, особенно на последние лекции. Но, с другой стороны, я надеюсь, что первые лекции, когда первые две, более-менее, все было понятно. А эти лекции можно рассматривать частично как то, из чего можно что-то полностью понять и то, из чего можно в дальнейшем куда-нибудь. Вот, значит, давайте вернемся к соотношению SATA, который, я напомню, лежит в коллективизации УФ. Давайте рассматриваем еще одну группу, еще одну алгебру ЛИИ, а именно группу ЖЭЛЬ Бесконечность. Для алгебры ЛИИ, ЖЭЛЬ Бесконечность, я уже не инкриминал, значит, это все цинистые матрицы. А это ее группа ЛИИ, значит, напомните, кто это такая? Давай вспомним. Пристань? Да. А, то возьмем А минус. На механической низкой магии, чтобы выразить в них, ну и равность. Вот, и, значит, давайте напомним, что у нас есть пространство УМ, которое сидит внутри, да, да, давайте напомним, что сидит в точке в этом госпонянии. Давайте я суммунирую утверждение, что первое, ну, что ЖЭЛЬ Бесконечность действует на на присмотрение САТО, на каждому. Вот, и второе, что она действует трезитивно, то есть у нас Кэскуниан, есть просто орбиты группы ЛИИ. Ну, вот, значит, это уровень. Да, сейчас мы это обсудим, и, значит, обсудим, чего это будет. Ну, а давайте сначала поясним, почему это действует. ЖЭЛЬ Бесконечность, значит, как вы сказали, она отличается от ничтой матрицы на конечность, да? Поэтому можете себе представлять, что вот у вас есть такая мастерская. Вот у нас есть единичка на деле Ален, а вся жизнь происходит в квадрате. в квадрате. Поэтому вся группа – это только предел конечность. Ну, и поэтому можно считать, что это простопология индуктивного предела. То есть у каждой группы – это понятно, что подача и расстрояется, и расстрояется, и расстрояется. Вот. Господа, можно какой-нибудь пояснить, почему вообще такое не еще есть? Ну и сразу, почему мы можем все получить из нашего процесса. Да. Давайте я чуть-чуть, значит, может, не слышал, сказано следующее, что вот наша матрица устроена вот так вот, да? А как устроена здесь у нас есть точка У и сменяемость старта? Значит, она устроена, как мы с вами обсуждали, у нас есть какие-то вектора, там Vn, Vn-1, Vn-2 и так далее, и какие-то дополнительные вектора W1, Wn-n. Да? Ну, вот если у нас есть с вами вот такая вот труппа, да, то у нее начинает с какого-то места в сельди. То есть она какой-то вот такой хвост вообще не трогает. Ну, не трогает, но все вектора оставляет на месте. Поэтому, если мы возьмем нашу матрицу и применим к вот такому вот вектору, ой, не вектору, а пространство, да, то она будет пространство с такой же видом. Ну, пространство, потому что хвост останется хвостом, а вот остаются вектора, которые вне хвоста, но они перейдут к какие-то другие вектора. Ну и слава. Вот. Ну и по той причине вот с самого начала, да, то есть мы начали с M. M. Да, то M это просто VM, VM-1. И мы хотим перевести вот такую точку в производную. но, пожалуйста, нет проблем, да, вот у нас есть вот такой хвост в производном статусе, а ставший секторат, надо перейдить вот те, которые есть. Ну, просто можно такую матрицу подобрать. К сожалению, не отличаясь от обсуждения в конечномерном случае, просто по той причине, что, во-первых, наш сад матрица, которая очень конкретная, да, то есть конечный набор производного статуса. Ну, а другой, наверное, наши матрицы заточены по той, что они на пластине чего-нибудь. Вот. Ну, отлично. Вот. И наш пиа вывод, то это орбита уже и бесконечный. Вот. И можно считать, как раньше, что можно считать, что это орбита это замечание. Значит, можно эту орбиту рассматривать внутри фрактивизации FM. Много заинферективное пространство от FM. Ну, и этот орбита можно смотреть, что там живет внутри. Это можно считать. И давайте еще одно замечание. К чему район стабилизатор? Да, вот вопрос, который Виктор задавал стабилизатор в точке УМ. это подгруппа внутри ЖЭЛ бесконечно. Как я рисую? Нарисуем. да. Это число М есть, которое надо какую-то роль играть. Это матрицы, которые у них столбцы и строки нумеруются целыми числами. давайте я скажу такие такие части. Здесь у меня тоже скажем М, М-1, М-2, М-3, М-1, М-2, М-2, М-2. Вот можно описать, каким адрес стало быть. Ну, вот у меня вот здесь все, которые меньше выбраны М, а вот там все, которые больше. нижней. Правый или нижний. нижний? Правый или нижний? Правый А, если у м, то м м. меньше м слева и сверху здесь 0 почему вот здесь есть ограничения почему почему вот 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 есть условие что она должна быть обратима пространство 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 и это очень похоже на ту самую парболическую подругу вот окей Что все такие? Нет, нет, нет. Мы сопряжены, но знаете, как бы, но зачем мы действуем? То есть, если мы разрешаем себе двигать, то N. Это бесконечная вещь, да. Но как надо правильно сказать, что мы себе разлетаем. Действительно, это правильное замечание, что, на самом деле, как и все, N, поскольку ситуация бесконечная, то у нас есть варианты, что N, 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 они как бы могут изминуться друг к другу, и тогда параболически тоже переходят друг к другу. То есть, реально, как бы, она мачивается, но аккуратно стоит. Хорошо. Значит, теперь вопрос, на который мы подробно не ответим, но это не менее, поскольку это озвучил, давайте я что-то про это скажу. Как описать образ Космиан Сата в реализации? Ну и с одной стороны, конечно, что можно сказать это предел конечный случай брать пределы можно но а а а а мы на ней посмотрим но доказать не будет что элемент tau из фрактивизации а а и а а и а а а когда вы там да верно то сумма а давайте немножко посмотрим что здесь написано давайте временно забудем, что Тау это элемент проективно пространства как я сказал, нужно забыть временно, взять представитель этого Тау по-хорошему нужно говорить, что Тау по скобочке это прямая содержащая ее вектор эта прямая лежит в весной осад, и если выполнено такое равенство значит равенство в этом тенденном произведении вот это у нас лежит в m на самом деле лежит в m м плюс 1 а это лежит в f m минус 1 да, то есть сегодня объект подлежит в тенденном произведении f m плюс 1 и f m минус 1 да, в этом тенденном произведении здесь есть операторы выйдет с крышечкой шкаун такого отправлять куда-то 1 выберет звездость и фишечкой вето минус 1 и, соответственно, получается некое по равновеси да, все равно 0 но, доказательство этого может быть не столь хитрое но, тем не менее, требует чего-то давайте сделаем небольшой проверку давайте пусть у меня соответствует в обороте гроссмейна сатан именно соответствующий элемент гроссмейна сатан это просто те вектора Vm скажите, пожалуйста, выспомнили это то есть, правда, лишний, если я делал почти Тау вектор m то это будет видно это простой вопрос давайте опять же, если вы это поняли то поднимите руку, чтобы я видел давайте опять же потратить минуту на медитацию на аспорт на медитацию да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...